Расскажите, пожалуйста, что было презентовано в целом на Dell Technologies World, какими-то крупными мазками, актуально ли это для России? Да, добрый день. Это актуально для России, поскольку мы здесь тоже активно работаем. И Dell Technologies World традиционно задает направление на год для развития технологий, соответственно, развития продуктовых линей, в том числе, которые мы представляем здесь в России. Мероприятие было недавно, то есть в начале мая, и из объявлений, которые для нас наиболее актуальны, вот мы о них, собственно говоря, сегодня здесь в пресс-авенте и рассказывали, это объявления в области системы хранения данных, такие как, например, PowerMax, это самая быстрая на сегодняшний день система хранения данных в мире. Также вышли обновления системы хранения X3.io, был сделан ряд интересных объявлений в серверном направлении, то есть были объявлены новые четырехпроцессорные серверы, две модели, и была объявлена новая линейка под названием PowerHMX, это новые модульные серверы, которые, по сути дела, идут на замену классическим Blade-системам, поскольку классические Blade-системы уже не удовлетворяют современным требованиям, в частности, для построения программно определяемых систем, и целый ряд нововведений был сделан, соответственно, в серверах, в модульных, при разводке этой линейки PowerHMX. Хотелось бы отметить, что и в сториджах, и в системах хранения, и, собственно говоря, в серверных системах нашли отражение современной тенденции, популярной в рынке IT-технологий и востребованной. То есть мы проводим исследования и видим, что заказчики по всему миру очень интересуются и такие тенденции, которые у всех на слуху, как искусственный интеллект, как машинное обучение, эти тенденции и, соответственно, приложения, которые используют эти технологии, они очень актуальны и востребованы, соответственно, и наши серверы, и наша система хранения данных имеют теперь дополнительные возможности для реализации решений именно в этих областях, для построения решений технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. И в том числе используют машинное обучение внутри себя. То есть, скажем, PowerMax использует машинное обучение для того, чтобы совершенствовать то, как он управляет хранением данных внутри себя. То есть это система, которая автоматически управляет хранением данных, и, соответственно, она в процессе работы еще и обучается с использованием технологии машинного обучения. Ну, также было объявлено, помимо этого, ряд новинок в области сетевых технологий, ряд новинок, связанных с VDI, VDI-инфраструктурой с тонкими клиентами, и было объявлено определенных нововведениях в нашей партнерской программе. Павел, еще вопрос по заказчикам и каким-то специализированным задачам, которые позволяют решать решения, которые анонсированы были на ВОРДе. Ну, если, скажем, мы начнем с решений с PowerMax, то есть это система хранения данных высокого уровня, то есть то, что называется high-end, она, конечно, рассчитана на крупных заказчиков, но при этом это не привязано к никакой, собственно говоря, отрасли, то есть это может быть любая крупная компания, которая требуется работать с большими объемами данных. Причем здесь, что интересно, что эта система, она, собственно говоря, если некоторое время назад, в зависимости от типов нагрузок и методов работы с данными, которые у заказчика, мы ему предлагали либо один вариант, либо другой, и там типичные два разных направления были, это либо объемы, либо, соответственно, количество операций ввода и вывода в секунду, которые поддерживает система. PowerMax, в принципе, сделан так, что он поддерживает, он хорошо работает и с большими объемами данных, когда речь идет, так сказать, о крупных объемах данных, о передаче и хранении, и в том числе и с транзакционными нагрузками. То есть это в этом смысле более-менее универсальная система, поэтому под самой разнообразной задачей, но именно high-end, то есть для крупных компаний мы позиционируем. Но если посмотреть, скажем, в те объявления, которые были сделаны в области конвергентных и гиперконвергентных решений, то есть там есть решения и для компаний среднего масштаба, и, соответственно, для крупных компаний. То есть там были объявлены новые версии нашего решения VX Rail, которое самое популярное гиперконвергентное решение в мире на сегодняшний день, и, соответственно, его одна из как раз ключевых особенностей – это масштабируемость и гранулярность. То есть, по сути дела, можно начинать с очень небольшого, очень компактного решения в двухъюнитном корпусе, соответственно, это для небольших компаний, компаний среднего размера, и дальше можно масштабировать на его основе, строить себе облачную инфраструктуру до десятков узлов. И, соответственно, с другой стороны, у нас также была объявлена новая версия VX Rail с DDC, то есть это уже масштаба стоек, то есть где речь идет о десятках, сотнях и даже тысячах узлов, и минимальное решение представляет из себя по объему типичную стойку с IT-оборудованием. Естественно, эти решения уже рассчитаны также на крупные компании. Говоря о том, значит, об облачных, то есть это решение для построения облачных инфраструктур, опять же, учитывая, что нынче цифровая трансформация, так сказать, приходит во все отрасли индустрии, эти решения актуальны для всех, кто хочет себе построить и использовать облачную инфраструктуру. По сути дела, они, опять же, не привязаны к каким-то отраслям, а достаточно универсальны. То есть на виртуальных, на облачных технологиях сейчас все строят себе IT-решения, то есть любая компания, по сути дела, может это использовать. Более специализированные решения, пожалуй, это в серверной области, то есть там вот одно из решений, которое было объявлено, это R940XA сервер. Он у нас специально позиционируется под задачи именно искусственного интеллекта и аналитики, и работы с большими данными. И здесь, в частности, также в этих серверах, возможно, поддержка специализированных процессоров интел, которые, ну можно так сказать, заточены под задачей, то что называется акронимом HFT. То есть это высокочастотная торговля, высокочастотный трейдинг. Очень популярное направление и используют специализированные процессоры в связи с тем, что, ну, сегодня торговля на биржах во многих случаях ведется не людьми, а именно алгоритмами. И возможность выиграть там лишний цент, лишнюю копейку, именно заключается в возможности быстрее на какие-то миллисекунды среагировать на изменения котировок. И для этого нужны очень быстрые процессоры, очень быстрое взаимодействие с подсистемами памяти, с подсистемами хранения. То есть вот, соответственно, есть у нас решения, которые нацелены, ну вот в частности, на вот такую высокочастотную торговлю. Но при этом есть, собственно говоря, серверное решение, которое мы позиционируем именно для аналитики. И в этом случае это будет интересно всем компаниям, у которых есть большой объем данных, из которых они хотят извлекать информацию. То есть это могут быть какие-то индустриальные компании, какие-то компании, скажем, из области работы с природными ресурсами, где им приходится анализировать большие объемы геолого-разведочных данных. Это могут быть просто какие-то крупные интернет-магазины, которые анализируют, или даже крупные финансовые компании, которые анализируют большой объем данных, связанных с поведением покупателей, при их перемещении по сайтам, их, так сказать, преференции к разным продуктам. И на основе этой информации генерируют новые предложения. То есть это аналитика большого объема данных, и серверы под это оптимизированы. То есть, соответственно, таким компаниям могло бы быть тоже интересно их использовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова